Да, давайте начнем. Меня зовут Татьяна Цкунова, я системный аналитик в компании MySklad. И сегодня мы с вами поговорим о том, как сделать тикет полноценным источником документации по продукту и посмотрим на практике на шаблон тикета в Task Tracker. Вообще я работаю с технической документацией вот уже больше трех лет. Сначала я работала в МТС-банке в команде CMS, это система управления контентом, там все требования писались строго по шаблону, который был в компании. После этого я работала в команде мобильной разработки, там я писала требования к микросервисам и функциональные требования к системе. Ну и сейчас я работаю в компании MySklad. Компания вот уже больше 14 лет разрабатывает систему товарного учета. Ну и мы в команде электронной коммерции делаем интеграции с интернет-магазинами и маркетплейсами, такие как Ozone, Wildberries и так далее. Передаю привет первому спикеру, потому что работаем с API-документацией по Ozone. Вот. И, собственно, да, документация может быть абсолютно разной. Подход к ней тоже может быть от компании к компании тоже разный. И у меня есть несколько статей на Хабре на тему шаблонов технической документации. Собственно, через эти статьи на меня и вышли организаторы этой конференции. Запрос на данный доклад был... звучал примерно так. Нам нужно дать лайфхаки и советы разработчикам, как в три шага писать классную документацию. Я подумала о том, что рассказывать разработчикам про шаблоны требований и документации было бы не настолько эффективно, как бы я это делала для аналитиков, потому что чаще вы работаете с написанием кода, естественно, и с тикетами в таск-трекере. И дальше я подумала о том, что если уж вам приходится каждый день работать с тикетами, то почему бы не рассмотреть на этом докладе некие лайфхаки, как заполнять удобно, быстро, а главное, полезно тикеты. Вот. Об этом мы с вами и поговорим. Не просто поговорим в теории, а рассмотрим на практике шаблон тикета моего склада, посмотрим, как мы его внедряли, какие плюсы и минусы данного подхода и с какими сложностями мы столкнулись. Итак, поехали. Но сначала, перед тем, как мы рассмотрим, собственно, шаблон в практической части, давайте верхнеуровнево пройдемся по процессу ведения документации в проектах, опять же, повторюсь, он может быть разный, от компании к компании подходы разнятся, и для того, чтобы мое выступление было не просто говорящей головой, мы представим процесс ведения документации как написание неких заметок, ну или написание документации в процессе создания новой машины, а именно летающего автомобиля. К этому будем, к примеру, все время возвращаться. И для того, чтобы вычленить какие-то общепринятые этапы в процессе разработки, я буду использовать схему SDLC, это Software Development Lifecycle, то есть цикл разработки программного обеспечения, и по нему мы сейчас пойдем по каждому этапу. Итак, первый этап в этой схеме – это сбор и анализ требований. Если смотреть, например, с машиной, то представьте, что какой-нибудь Маск или Форд решил создать новый автомобиль, причем летающий. Идея классная, но, конечно, он понимает, что один с этой задачей справиться не сможет, и идет в отдел сбора требований и анализа, естественно, и выкладывает им свою идею, и ребята начинают собирать все данные, которые будут нужны дальше для создания автомобиля. Как он должен выглядеть, сколько стоит, каким быть, как работать и так далее. Если возвращаемся к нашей разработке программного обеспечения, то это самый главный этап в работе с документацией, потому что именно на нем мы собираем все требования, анализируем их, фиксируем, и вот то, что мы сделали на данном этапе, является базой для переноса информации в основную документацию, в базу знаний. Вот. И именно на этом этапе мы создаем тикет и заносим туда вводные данные. Следующий этап, второй по схеме SDLC – это дизайн. И на примере с машиной здесь отдел проектирования решает, именно как будет работать этот автомобиль. Он будет, например, заряжаться от электроэнергии или будет заправляться дизелем, бензином и так далее и тому подобное. Если мы вернемся к команде разработки, то здесь ребята выбирают подход архитектурный, взвешивают все за и против и фиксируют свое решение тоже в каком-то месте в документации. Следующий этап, самый главный, самый важный и, возможно, один из самых тяжеловесных – это разработка функциональности. На примере с нашим автомобилем, когда все требования зафиксированы, выявлены, все знают, сколько денег мы хотим потратить на это и что хотим получить в итоге, мы делаем прототип нашего автомобиля. Здесь же у нас в командах начинается разработка, программисты пишут код, они смотрят на то, что указано в постановке в требованиях и пытаются это реализовать. Очень редкий кейс, когда вся разработка пошла по плану, по постановке, не добавить, не убавить, потому что, когда мы погружаемся в реалии кода, мы всегда видим какие-то детали, которые не учли на этапе постановки, и поэтому делаем все равно какие-то правки, вносим коррективы. И здесь тоже продолжается работа над документацией, потому что мы фиксируем новые договоренности, новые вводные данные. Итак, пойдемте дальше. Логично, что следующий этап по схеме SDLC – это тестирование функциональности. Когда наш прототип автомобиля готов, мы обязаны подвергнуть его различного рода проверкам, тестам и так далее, чтобы убедиться, что автомобиль надежен, безопасен, отвечает всем тем требованиям, которые мы с вами подготовили. Ну и, естественно, если мы смотрим на разработку программного обеспечения, то тут подключаются тестировщики. Они тестируют все то, что было написано разработчиками, смотрят на требования, которые были указаны, смотрят, возможно, на свои подготовленные тест-планы, тест-кейсы, и, значит, делают свою работу. Что здесь происходит в документации? Ну, во-первых, прикрепляются артефакты тестирования, и, что важно, если вдруг тестирование нашло какие-то баги, то нам нужно здесь принять решение. Если окей, с такими недочетами отправлять функциональность пользователям, то мы правим нашу постановку, нашу документацию. Если нет, то, естественно, задача возвращается на доработку разработчикам. Следующий и заключительный для нас в нашей презентации этап – это пятый этап по схеме – это релиз. Тот момент, когда автомобиль уже протестирован, всем все окей, мы сказали, что да, это то, что мы хотели сделать, и вот этот прототип отправляется в массовое производство и далее уходит в продажу. По нашему разработке мы видим, что здесь с документацией очень важно работать в том числе, потому что если есть база знаний, то ее надо актуализировать с продом, да, с той функциональностью, которую видит пользователь. Вот, и именно здесь возникает много вопросов о том, кстати, как это делать. Итак, мы сейчас посмотрели весь цикл разработки, что происходит плюс-минус с документацией, и видим несколько сложностей, которые возникают в этом процессе. Ну, первая задача проходит много этапов, от постановки на этапе ToDo до релиза. И, конечно, на каждом этапе возникает какая-то дополнительная информация, которую нам нужно фиксировать. Это первое, да, и вопрос, куда фиксировать, кто фиксирует и так далее. Второе – это разрозненность фиксирования договоренностей. То есть, например, если у нас нет общего места, то разработчикам, тестировщикам приходится фиксировать договоренности вообще в абсолютно разных местах. Это могут быть какие-то согласования в почте, треды, в слайки, какие-то каналы в Телеграме. А еще хуже, если это устные договоренности. Также мы видим, что задача проходит через многое количество рук, поэтому размывается ответственность фиксирования какой-то дополнительной информации. И все равно, когда много участников, некие моменты теряются. Ну и да, то, что я озвучила, непонятна схема обновления документации. В какой момент обновлять, кто обновляет, как обновляет и так далее. И вот как бы, да, встает вопрос. Вот мы пишем документацию, допустим, стремимся к этому, но нет постоянного места, где мы фиксируем все данные. Эта документация не генерится автоматически, не автообновляется, и вот что нам с этим делать. Сейчас я вам расскажу, как мы в компании «Мой склад» подошли к решению данного вопроса. Вообще, да, задача проходит, как я и сказала, много стадий. И вот бы нам здорово найти такую, я не знаю, такую сущность, которая бы переходила из одной стадии в другую вместе с задачей. И мы видим, что такая сущность есть, и было бы здорово использовать тикет как то место, куда мы можем эти данные записывать. Потому что вот кто использует Jira, да, знает, что тикет появляется, когда мы заводим, когда появляется задача, мы заводим тикет, туда вносим какие-то данные, дальше он идет по этапам и уходит в релиз. То есть как бы здорово. Кстати, вот тикет в ТАФ-трекере. У меня вопрос к аудитории. Расскажите, пожалуйста, есть ли тут люди, которые используют что-то, кроме Jira? Вот, потому что в целом у меня всегда была Jira, и если мы потом будем говорить про автоподстановку шаблона в тикете, у нас она реализована именно там. А чем пользуетесь вы? Вот, поделитесь, я потом посмотрю. Ну и если развивать мысль про то, что тикет – это классная идея, где можно хранить данные по задаче, то логичным продолжением будет идея о том, что надо предзаполнять тикет неким шаблоном для того, чтобы каждый раз не изобретать колесо, для того, чтобы не забыть ничего важного, что мы хотели бы указать. Что же такое шаблон тикета и чем его заполнять? Ну, шаблон – это то, чем заполняется тикет в момент создания автоматически. Вообще у тикета есть очень важная функция – это коммуникативная функция. Бозле него собираются все участники процесса, и продукты, и аналитики, техписы, разработчики, тестировщики, релиз-менеджеры. Ну, просто буквально все. И все имеют доступ к этой сущности. Вот. И получается, что шаблон – это некая рыба, которая находится в начале пути у тикета, незаполненные разделы, которые мы на каждом этапе потом будем чем-то заполнять. И давайте как раз перейдем к практической части, и я расскажу, из чего состоит такой шаблон у нас в компании «Мой склад». Сначала я верхнеуровнево пройдусь по каждому разделу, чтобы вы имели общее представление, ну, а потом отдельно по каждому разделу посмотрим, что мы туда записываем. Представьте, что эти разделы – это некие заголовки первого уровня, которые нельзя удалять в каком-либо документе, а именно в теле тикета. Именно так выглядит плюс-минус наш шаблон. То есть это те разделы, которые вы видите на слайде, которые у нас как бы обязательно остаются от начала до конца в теле задачи. Ну, во-первых, это бизнес-требования, те вводные данные, которые фиксируются при создании тикета. Это может быть какие-то вводные от бизнеса, анализ, итоги какого-нибудь анализа, ну, или ошибка. Вот. Дальше – постановка задачи, обязательный раздел, и он отвечает на вопрос, что нужно сделать в рамках этого тикета. Дальше идет разработка. Этот раздел отвечает на вопрос, что конкретно сделано в данном тикете. И дальше идет у нас тестирование. Здесь есть некие рекомендации для того, чтобы тестирование прошло успешно. И два неочевидных раздела, возможно, про которые вы спросите, почему же они у нас присутствуют. Это миграция данных и откат. Я обязательно вам расскажу и покажу, почему же нам было важно добавить именно эти два раздела. Теперь пойдемте поподробнее посмотрим на каждый из них. Давайте. Бизнес-требования – это первый раздел. Он заполняется на этапе жизненного цикла тикета «Туду». И это, да, как я уже сказала, вводные данные, которые к нам приходят из каких-либо источников. И самое главное, нам здесь важно указать, может быть, в свободной форме или в какой-то оговоренной, что же мы хотим в итоге получить от данного тикета. Здесь важно зафиксировать, какие изменения подразумеваются в работе над задачей, мотивацию дальше, то есть что мы делаем и для каких заинтересованных лиц. И, конечно, очень четко, понятно и недвухсмысленно мы фиксируем ожидаемый результат. Как я уже сказала, тикет может возникнуть по разным причинам. Например, это пришло требование от бизнеса, или мы сделали какой-то, опять же, анализ и пришли к решению, что надо создать тикет и что-то заделать в текущей функциональности. Или это ошибка, например, техническая поддержка получила отзыв от пользователя, мы увидели там ошибку и завели тикет. И вот если тикет заведен по причине ошибки, то мы должны еще также описать само описание ошибки, то есть прикрепить, например, видео или слайды, рассказать, какие шаги нужно сделать, чтобы к этой ошибке прийти. Следующий подраздел – это ожидаемый результат, то есть получаются ссылки, например, на какие-нибудь требования или в целом описание требований, на которые мы ссылаемся и говорим, что вот так должно работать. И также это фактический результат, то есть некий обратный эффект от ожидаемого шаги, которые привели пользователя к ошибке. Это у нас первый раздел – бизнес-требования. Идемте дальше. Дальше у нас раздел «Постановка». Она также заполняется на этапе жизненного цикла TODO. И здесь важно понимать, что постановка – это прям обязательный раздел во всех тикетах. Это то, что мы заполняем, и эта информация в постановке служит помощью для оценки данного тикета разработчиками, например, на PBR. Заполнять может данный раздел любой участник команды, который, как бы, имеет достаточной информации. Ну, как правило, у нас его заполняет разработчик или аналитик. Вот. И давайте посмотрим на подразделы, которые здесь есть. Да, что еще важно сказать, что этот раздел… Нет, это я про следующий хотела сказать. Давайте посмотрим все-таки на подразделы. Они есть обязательные, есть опциональные. Например, подраздел «Доработки» – это обязательный подраздел, куда мы пишем, например, перечень доработок, какие изменения в какой функциональности подразумеваются в этом тикете. Миграция данных. Здесь мы, если на этапе постановки знаем, что миграция будет, то пишем об этом. И если знаем точно, какие изменения подразумеваются в базе, то тоже сюда можно это описать. Конфигурации. Да, если изменения есть в конфигурациях, то тоже сюда указываем, если знаем на этапе постановки. Фича флаг – опциональный подраздел. Если мы знаем и хотим закрыть данную доработку фича флагом, то мы пишем этот факт в данном подразделе и также указываем, как фича флаг должен работать. Ну и подраздел «Документация» – сюда мы можем вставить ссылки на статьи, которые нужно будет поправить, если у вас есть база знаний, да, после релиза. Собственно, да, это подраздел «Постановка» очень важный. В целом, если вы отсюда из тикета будете брать информацию для того, чтобы актуализировать данные в базе знаний вашей основной документации, то это как бы один из основных разделов. А мы пойдем дальше. И у нас есть раздел «Разработка». Раздел «Разработка» заполняется впервые на этапе жизненного цикла тикета «In Progress» разработчикам. Основная цель данного раздела – чтобы разработчик написал, какие изменения были произведены, какие работы были произведены в данном тикете. И здесь тоже есть подразделы «В помощь разработчикам». Здесь важно еще сказать, что все последующие разделы, которые я буду указывать, они тоже будут заполняться разработчиками, да, и тоже на этапе «In Progress». Итак, смотрим. Первый подраздел – это «МР». Сюда вставляются ссылки на «МРы». Если вдруг изменения были в нескольких репозиториях, то здесь будет несколько ссылок. Вот. Дальше идут опциональные подразделы. Смотрите, ну, API-методы, если вдруг были созданы новые методы или внесли изменения в существующее, то здесь мы это указываем. Подраздел «Логирование и метрики» – здесь разработчик указывает в помощь другим участникам команды, которые будут ревьюить или тестировать, или в целом будут разбираться, что было в данном тикете. Указывают, какие, например, продуктовые метрики были добавлены в задачу, как найти какие-нибудь строчки в логах или дашборд, например, в графане и так далее. Изменения в библиотеках. Разработчик тоже это указывает, если были уничтоженные изменения. И юнит-тесты – это в случае, если в рамках тикета были описаны новые юнит-тесты или были правки в старых. Это потом поможет при ревью задачи данной информации. Идемте дальше. После раздела «Разработки» у нас раздел «Тестирование». Вот вы можете подумать сейчас, что это заполняется тестировщиками, что было бы логично, но нет. Данный раздел заполняется тоже разработчиками на этапе жизненного цикла «Ин прогресс». Цель данного раздела – вписать сюда данные, которые помогут тестировщикам достаточно эффективно и качественно проверить функциональность. Есть подраздел «Скоуп основного тестирования». Сюда разработчики вносят некий скоуп, список проверок, которые нужно выполнить, чтобы убедиться, что после нашей фичи наш продукт работает корректно, правильно и с достаточным уровнем качества. Идемте дальше. Вот он, неочевидный раздел начинается, раздел «Миграция данных». Возможно, вы спросите, почему его добавили, да? На самом деле ответ очень простой. На этапе, когда мы добавляли шаблон, во многих задачах, а в большинстве, я так скажу, были задачи, которые… у нас были в работе задачи, в которых подразумевалась миграция данных. Поэтому, собственно, этот раздел вынесен как обязательный. Он заполняется тоже на этапе жизненного цикла разработчикам «In Progress». У нас называется «Конверсия», поэтому на скрине вы можете видеть слово «Конверсия». И давайте посмотрим, какую информацию мы вносим в данный раздел. Ну, во-первых, это название. Сюда мы помещаем название файла миграции. Дальше тип миграции – офлайн или онлайн. Также время на стейдж окружении. То есть сюда мы можем написать… Точнее, не можем, а должны написать замеренное время прогона на стейдж окружения. Время на проде. Здесь указываем рассчитанное время на проде с учетом всех прогонов и с учетом того, что там будет работать большое количество параллельно пользователей активных. И еще два подраздела. Это физический смысл. Сюда мы помещаем информацию, какие, например, таблицы были добавлены или изменены и какие конкретно поля были тоже изменены. Ну, и бизнесовый смысл. Пишем, какие сущности были видоизменены, а какой функциональности это коснулось. Вот. Это раздел «Миграция данных». И последний раздел в нашем тикете – это откат. Он достаточно маленький. Внесен шаблон по той же причине, почему и предыдущий раздел, да, из-за большого количества задач с изменениями в базе. И это раздел, который подразумевает, что мы сюда пишем время отката на стейдж окружения. Замеряем время прогона отката и сюда его вносим. Собственно, вот, да, это последний раздел, и мы рассмотрели весь шаблон тикета, посмотрели, чем мы его заполняем, и что мы видим, что шаблон на самом деле достаточно гибкая вещь. Мы можем оставлять только заголовки верхнего уровня, все остальные подзаголовки, подразделы мы можем делать опциональными, обязательными, удалять их, добавлять и так далее и тому подобное. То есть шаблон выполняет некую функцию чек-листа в том числе, потому что очень удобно, когда у нас есть список некой информации, которую мы должны внести, должны о ней не забыть, и, собственно, это и выполняет чек-лист, когда мы его обычно внедряем. Когда я готовилась к этому докладу, я читала книгу «Атомные привычки» Джеймса Клира, и там был очень классный пример. Я пример этот вам расскажу, хочу поделиться, и он будет иллюстрировать то, что необязательно искать пути, чтобы как-то научиться работать с тем, что тебе не нравится. Например, тебе не нравится, что ты все время забываешь о фичу-флаге или обновить документацию. В последний момент об этом вспоминаем, и все приходится, точнее, что-то приходится переделывать или доделывать. А можно как бы с другой стороны подойти. И вот, значит, пример. В XIX веке в Америке жил некий продавец, Паттерсон, по-моему, его звали. У него был магазин с товарами для угольщиков. Магазин должен был быть очень прибыльным, потому что не было конкурентов, и также не было... Эти товары пользовались популярностью. Но магазин работал в убыток. Однажды владелец этого магазина понял, что все банально, и продавцы воруют. Это была очень частая ситуация на тот момент, потому что не было ни камер, ничего такого, что могло бы предупредить это поведение. Вот. И вот он наткнулся на... Где-то там, на первый кассовый аппарат, приобрел его, поставил свой магазин. Фишка этого аппарата была в том, что он автоматически закрывался после каждой продажи, деньги и чеки сохранялись внутри. У продавцов просто не было выбора. Они имели возможность подделывать эти вот чеки, как-то там мухлевать с деньгами и так далее. Таким образом, через некоторое время этот магазин стал абсолютно прибыльным, и даже потом этот человек-владелец решил выкупить патент на этот аппарат и создал там большую компанию по созданию этих кассовых аппаратов. В чем суть, да? Что нам не надо думать и изобретать велосипед, как побороть там плохую привычку или негативное там поведение. Нужно просто сделать так, чтобы предупредить эти самые результаты негативные. То есть мы внедряем шаблон, вот это я к чему, внедряем шаблон в тикет, чтобы предупредить забывание чего-либо. Вот. И это был пример. А сейчас давайте уже пойдем как бы к итогам и к анализу всего того, что я сказала. Давайте рассмотрим флоу работы с тикетом, в котором есть шаблон. Первое. Нам нужно создать тикет, применить этот шаблон. Возможно, если это возможно, то мы автоподставляем шаблон, настраиваем так, чтобы по тапу можно было в созданном тикете его применить. Или, если нет такой возможности, то вставляем эту рыбу руками в тело тикета. Да. Дальше мы в шаблоне описываем требования и постановку. Дальше описываем детали реализации, заполняем информацией на этапе тестирования. Здесь важно сказать, что тестирование также прикладывает артефакты своей работы. У нас это, например, происходит в комментариях к тикету, потому что достаточно объемные данные могут быть, и в тело было бы некрасиво и неудобно эти данные прикреплять. Дальше мы подготавливаем вот эту всю информацию, которую мы собрали в тикете, к внесению в основную документацию, если она есть в команде, и непосредственно актуализируем эту документацию. Преимущества данного подхода. Во-первых, это гибкость в использовании. Как я уже сказала, можно оставлять разделы, менять их, делать опциональными, обязательными и так далее. Очень удобно и гибко. Также есть одно место, и участники процесса все знают о том, что вот у нас есть тикет, туда мы складываем информацию на всех этапах, и можно всегда туда посмотреть, есть доступ и так далее. Следующее – это быстрота применения. То есть действительно, на самом деле, очень просто добавить шаблон в тикет и его заполнить. Никаких дополнительных, значит, ресурсов и умений не нужно. Ну, и шаблон выполняет функцию чек-листа. Это я уже озвучила. Да, у нас всегда есть список актуальных моментов, которые нам нужно не забыть. Что-то наподобие Dora или Dota. Если вдруг вы в своей компании или команде решили внедрить такой шаблон в работу, то следует посмотреть на некоторые рекомендации, которые я подготовила. Ну, во-первых, нужно подготовить структуру шаблона. Для этого нужен какой-то человек или команда, которая будет работать над этим проектом. Собрать все данные, может быть, собрать какую-то фокус-группу, подготовить встречи для того, чтобы решить, а какие разделы нужны именно вам. И все это проанализировать и вывести конкретный шаблон, уже показать его другим людям. Дальше мы оформляем шаблон и делаем инструкцию. Здесь что важно. Когда вы начинаете делать шаблон и погружаетесь глубоко в область эту, то вам кажется, что все на самом деле очевидно. Вот мы назвали раздел так, и вот его нужно заполнять именно так. Но это ошибка восприятия, и инструкция нужна всегда для тех, кто будет пользоваться этим шаблоном, потому что людям абсолютно не очевидно то, как мыслили вы, когда его разрабатывали. Для этого нужна инструкция. Дальше реализовать автоподстановку в таск-трекере. Если вдруг это возможно, то это очень удобно и наш рекомендацион. И четвертое – это важно провести встречу для того, чтобы передать информацию участникам команд, которые будут пользоваться этим шаблоном, рассказать, для чего вы его создали, как им пользоваться и какие выгоды он принесет. Возможно, вы спросите, столкнулись ли вы со сложностями, когда внедряли данный шаблон. Я скажу – нет, все было изи. Ну и, конечно, вас обманул, потому что сложности есть в любом проекте, и когда мы внедряем что-то новое, всегда есть какие-то нюансы. И вот давайте я сейчас их подсвечу. Ну, во-первых, очень сложно и невозможно, да и не нужно контролировать заполнение тикета всеми разработчиками, которые есть. Вот мы создали тикет, вот мы видим, что он там ушел в релиз, и действительно тикетов очень много. Невозможно проконтролировать все. Да и в целом шаблон носит рекомендательный характер и служит нам для того, чтобы улучшить наш процесс разработки, да, а не для того, чтобы искать виноватых и следить за людьми, заполняли ли вы его или нет. Следующее – это стремление к единобразию и масштабируемость. То есть, когда у нас увеличивается количество команд, и мы хотим внедрить один и тот же шаблон в разные команды, здесь возникает проблема, потому что каждая команда имеет свою специфику. Например, команда мобильной разработки может иметь свои какие-то особенные разделы, связанные с версиями мобильного приложения и так далее. И здесь, что важно, чтобы была вот эти заголовки первого уровня были у всех одинаковыми, ну, плюс-минус, чтобы любой участник компании мог зайти к любую другую команду, посмотреть тикет и увидеть что-то знакомое, то есть понятие, что же там происходит, и ориентироваться в нем достаточно быстро. А уже подразделы, подзаголовки вы можете кастомизировать под каждую команду. Ну, и добавление новых шаблонов в разных командах, то есть, например, если мы пустили все это на самотек, ну, например, и любая команда может добавить свой шаблон, и никто не следит за этим списком шаблонов, то мы придем в итоге к тому, что добавлена куча шаблонов, никто уже не помнит и не понимает, какой шаблон используется, какой нет, и для какой команды, и так далее, и тому подобное. В общем, хорошо выделить какого-то ответственного человека, который за всем этим делом будет следить. Ну, и мы подходим к концу моего доклада. Здесь что хотелось просуммировать, да, исходя из того, что я сказала. Конечно, и команды, и компании, и задачи бывают абсолютно разные. У каждой задачи есть флоу работы с ней, но то, что мы можем сказать точно, любая задача, которая проходит через несколько людей, требует фиксирования важной информации. Вот, даже если один человек работает с тикетом, то все равно он может забыть то, что было, я не знаю, неделю назад с этой задачей. И мы, да, пришли к тому, что тикет – это удобное место, где можно фиксировать разного рода данные на разных этапах работы с тикетом. И, конечно, логично было бы заполнять тикет шаблоном для того, чтобы это было удобно, быстро. И мы так и сделали, и этот шаблон выполняет также функцию чек-листа. Итак, у меня все. Большое спасибо за то, что меня послушали. Приглашаю Катю подсоединиться ко мне. И, если что, QR-код моего телеграмма на слайде. Если есть вопросы, постараюсь на них ответить. Спасибо за доклад. Вопросы действительно есть. Сейчас мы их получим. Так, я точно один видела в телеграмме. Вот. Таня, расскажи, пожалуйста, как долго внедрялся этот шаблон? Начнем с этого. Шаблон внедрялся не недавно. На самом деле прошло достаточное количество времени. Все уже к нему привыкли. И это был процесс... Ну, сложно сказать, долго или недолго, потому что это относительно. Но процесс был сначала разработки, потом согласования и внедрения. В целом это не было долго. Я не знаю. Как вносить изменения в уже существующую информацию при разработке тестирования на грузченом тестировании? Что-то может измениться? Вот тут, конечно, уточняющий вопрос хорошо бы задать. В существующую информацию какую? То есть в постановку или, допустим, тестирование уже какие-то данные внесло, и нужно изменить именно эти данные? И про что это? Про конкретный тикет или про какую-то документацию, которая отдельно хранится? Ну, если про тикет, то в целом или комментарием, допустим, мы пишем апдейт какой-то, или в теле тикета, когда все участники процесса понимают это изменение, и потом не будет такого, что один втихую там что-то внес, и теперь ничего не понятно. Я вижу, что автор вопроса печатает что-то в Телеграме, поэтому мы к этому еще вернемся. И третий вопрос, кстати, от него же. Получается, что один тикет для всех – это конвертная разработка. Такой подход увеличивает срок разработки. Или тикет назначается на одного ответственного? Здесь, смотрите, тикет для всех, но для одной фичи, потому что над одним тикетом работает только один разработчик. Мы будем опираться именно на разработчика. Здесь может поучаствовать в заполнении тикета и продукт на этапе бизнес-требований, и аналитик на этапе постановки, и разработчик, но разработчик, он всегда один. То есть, получается, мы можем назначить фичи лидера, такого тикет-лидера в виде разработчика, который будет отвечать именно за этот тикет. Вот. Можно сказать, ответить на этот вопрос, что ответственный – это разработчик. Разработчик по тикету всегда один. Ну, то есть, его задача – пойти и собрать со всех остальных… Нет, ну, по крайней мере, извини, что перебиваю, по крайней мере, у нас это не так. Разработчик не ходит, не собирает никакие данные. Это выстроенный флоу, выстроенный процесс. Когда заводит тикет, например, продукт, пишет свои данные, а потом этот тикет попадает ко мне на мое представление, допустим, в Jira, я вношу туда, вот там есть скор, да, то есть приоритет. И если я вижу, что этот тикет у меня в приоритете, уже я как аналитик ношу туда постановку. И дальше этот тикет, если я ставлю определенный статус, то переносится уже на доску к разработчикам. Спасибо. Вопрос с Рутуба. Для документирования у вас создаются отдельные тикеты, и автоматизирован ли этот процесс? Или один тикет используется и для разработки, и для написания доки? Ну, получается, в прошлом… Отвечая на прошлый вопрос, мы как бы на это и ответили. Ну, вообще, да, я просто добавлю, что у нас есть такой подход, что если актуализация документации у нас происходит, например, в следующем спринте уже после релиза, то мы заносим отдельный тикет в отдельный проект. Вот. И там как бы свой флоу, и есть ревью, и так далее. Если это какая-то минорная правка в основной документации, и в теле тикета указано, где что изменить, мы можем сделать это в рамках этого тикета. Спасибо. Следующий вопрос. Не теряется ли история правок проекта? То есть как организован поиск по тикетам для получения какой-либо информации? Ну, у нас используется Jira, и здесь мы используем название тикетов. Так как команда… Ну, вот, допустим, как правило, это работает в одной команде. В одной команде мы плюс-минус знаем наш бэклог, знаем плюс-минус название тикетов, и также у нас есть разного рода метки. Например, вот эти задачи у нас относятся к маркетплейсам, эти к интернет-магазинам, и мы можем фильтровать, и потом искать с поиском по тексту, по названиям. Спасибо. Есть ли у нас еще вопросы? О, комменты с интерактива. Где посмотреть? Я видела, что на ютубе писали про Асану, Notion, и вот нам подсветили Utrek и Kitein. Вместо Jira используют RedMine. И вот эта Асана, которая ответила с ютуба. Классно, спасибо всем за информацию. Ютуба.